Я Дов. Всем привет. Сегодня у меня такой вот старенький LG L9. Не путайте с L9 2. Это предыдущая модель, ну как старый, не знаю, года два-три, наверное, это модель P760, а L9 2 у нас идет, маркируется как D, D какой-то там, D605 его. Снимал видео в прошлом году на D605 Touch, но этот как-то не успел. Тач работает, надеюсь кому-то видео будет полезным. Включаем. Включаем телефон. Такой тачскрин я взял на складе у нас. Китайский. Запечатанный. С этой стороны тоже, наверное. Да, с этой стороны тоже. Заклеим пластиком. Обычный, очень тонкий. Что можно сказать про замену тачскрина на линейке этих моделей, линейке L я имею ввиду. Основная проблема при замене тачскрина может возникнуть при отсоединении тача. При отсоединении тачскрина дисплей прилипает по периметру к стеклу. Дисплей практически такой же тонкий, как и стекло. И очень часто тот, кто не знает, тот, кто первый раз разбирает эти модели, можно повредить дисплей. Ломается очень легко. Достаточно его согнуть буквально совсем чуть-чуть, и вы повредите дисплей. Соответственно, вам придется менять дисплей вместе с тачскрином. Поэтому, сейчас я вам покажу, как я делаю это. Так, скрутили винты. Все винты одинаковые, черные. Соединяю заднюю рамку. Так, вот у нас здесь сим-карта, карта памяти осталась. Извлекаем. Снимаем рамку. Так, смотрим. Вот у нас здесь находится разъем тачскрина. Давайте проверим новый. Тачскрин, как я это обычно делаю. Включаю, ставлю. Соединяем напрямую. Включаем телефон. Ждем загрузки и проверяем новый тач. Загружается телефон. Интересно, мне какого года этот телефон учить. 2012 год. Да, три года этому телефону уже. Три года этому телефону. Реакция есть. Проверяем. Ватсап. Нижние кнопки работают. Кнопка меню. Движения. Все отлично. Кнопка назад. Телефон. Проверяем расположение кнопок. Все нормально. Можем смело менять. Подключаем смартфон. 2012 год. 2150 мАч. Достаточно крепкая батарейка телефона. Снимаем системную плату. Соединяем шлейф нижнего модуля. Коаксиальный кабель. Динамик. Приклеим аккуратно. Соединяем шлейф. Разъем дисплея. Здесь у нас кнопка включения. Здесь у нас разъем шлейфа верхнего модуля. Соединяем камеру. И теперь можно выключить системную плату. Приблизил. Так. Приблизил. Так. Вот он наш разъем. Итак. Настрою резкость. Давненько не менял. Так. Заглушка верхнего динамика. Честно говоря. Не помню надо ее снимать или нет. Я ее снял. Чтобы она не мешала снятию тачскрина. Так. Вот это вот ерунду. Наклеим сюда вот обратно. После того как вставим уже готовый тачскрин новый. Поэтому пока просто снимем. Вот. Итак. Приступим. 300 градусов и поставим на фене. Так. Давайте я наверное разогрею его по сепараторе. Установим дисплей. Включаем сепаратор. У меня уже горячий. Видите да? 44. Потому что я его выключил. У меня 15 назад. Вот. Сейчас быстренько разогреется. И продолжим снимать. Пока ставлю на паузу. Итак. Друзья. Продолжаем снимать. Нагрели. Видели да? 93 градуса. У меня было выставлено 90. Буквально 5 минут. 5 минут нагревали. За это время пока нагревался я позволил себе проклеить тачскрин. Обычным скотчем 3М. Вот видите да? Миллиметровый. По периметру. Приступим. К снятию стекла. Так. Давайте наверное сделаем это вот так. Я совсем забыл что на этой модели у нас отстегивается передняя рамка вместе со стеклом. И после этого отсоединим уже стекло от рамки. Вот. Снимаем нижнюю заглушку гнезда зарядки. Вот так. Давно не разбирал какой-то телефончик. Начинаешь забывать. Вот видите да? С этой стороны рамка пристегнута. Можно вот так вот отстегнуть ее. Ну это в L9 модели так. В L5 точно такого нету. Вот там приходится рисковать. Как я рассказывал в самом начале дисплеем. Вот. Вот в L7 я вам не скажу. Потому что не помню. Возможно что такая же беда как и там. А может быть и отстегивается. Отстегивается. Так же как и здесь. Рамка. Отстегиваем, отклеиваем шлейф дисплея. Так. И здесь сверху отстегиваем рамку аккуратно. Остегнули. Здесь у нас мешается резинка микрофона. Вот таким способом вытащили. То есть здесь никакого риска для дисплея нету. Как я рассказывал в самом начале. Видите? Сняли вместе с рамкой. Дисплей не приклеен к рамке. Ни к рамке, ни к стеклу. Поэтому извиняйте эта модель. У нас получается проще. Снимаем стекло теперь. Все еще горячее. Температура конечно упала уже. Еще сейчас подогреем термофеном. Очень тонкая рамка здесь на этой модели стоит. С этой стороны. И здесь аккуратно отсоединяем. Вот и все. Сняли стекло. Удаляем отработанный скотч. Не очень удобно. Рамка тонкая. Ниадца. Так. Здесь тоже самое. Можно не греть эту модель на сепараторе. То, что я делал в начале. Учитывая, что у него снимается вот эта вот рамка, которую мы сейчас очищаем. Можно вполне достаточно будет обойтись термофеном. Хотя кому удобнее, у кого сепаратор всегда под рукой, можно в принципе нагреть сепаратором до 100 градусов. Температура поднимается в течение 5 минут. Столько же вы потратите на термофен. И так очищаем. Достаточно толстый скотч. Загуляем последний кусок. Удаляем бумажки. Проклеенный тач, то что я проклеил. Удаляем бумажки. Оригинальный скотч, который мы сейчас только что очищали. Разбитый с ранки. Я имею ввиду. Он немного потолще. Поэтому есть возможность, что у нас будет касание. Есть такая возможность. Поэтому либо есть вариант наклеить двойной скотч. То есть проклеить еще и рамку. Либо наклеить скотч на сверху скотча, который мы приклеили на стекло. Я проклеил рамку. Достаточно много моделей есть, в которых из-за толщины скотча, из-за разности толщины скотча происходит касание между дисплеем и стеклом. Поэтому приходится проклеивать дополнительно. Вставляем тач. Так, здесь у нас. Здесь у нас. не хватает металлической решетки. Вот этой вот, которую мы не сняли. Пыль и вода непроницаемая. Аккуратно отсоединяем ее. Ставим на место. Сначала у нас идет. Должна быть это черная вода. Считается, что вода влагонепроницаемая. И металлическая пыль непроницаемая. Ставим. Вставляем тач в рамку. Так, удаляем пыль, которая по-любому села. Если у вас, конечно, нет специального СПА, прибора, который уменьшает количество пыли в помещении. Так, здесь у нас был дисплей. Кнопка. Вставляем шлейф экрана. И шлейф разъем тачскрина. Мешается вот этот скотч. Готовник Recister от него вvakитет. На дом хвала в тачке. Это доверзая. Мешает скотч сверху, отклеился и цепляется с той стороны. Вставили рамку со стеклом. Вот это то, что нам мешало. Приклеиваем на свое место. Здесь у нас два паза. Здесь у нас заглушка. Резинка микрофона верхнего. Ставим на место. Заглушка верхнего динамика. То же самое. Закручиваем ее винтом. Сверху все готово. Внизу у нас стояла пластиковая заглушка гнезда зарядки. Закручиваем. Так. Гнездо. Гнездо наушников. Кнопка звука. Кнопка включения. Все готово для установки системной платы. Устанавливаем системную плату. Динамику. Динамику укладываем. Тач. Застегиваем. Камера. Верхний модуль. Дисплей. Кнопка включения. Каексеру застегиваем. Каексеру застегиваем. Каексеру застегиваем. Нижний модуль. Кнопки звука. И верхнюю рамку. смотрим чтоб не было щелей и между верхней рамкой не между тачскрином и средней рамкой ставим моторейку включаем телефон закручиваем винты одну вещь я забыл при установке тачскрина поэтому если досмотрели видео до конца то не забудьте поставить ту самую резиновую наклеечку уплотнитель который мы сняли с драйвера тачскрина но в принципе если забудете ничего страшного если забудете ничего страшного я имею виду вот этот уплотнитель который стоял здесь на драйвере тачскрина честно говоря не знаю куда его по дивану готовыми прилип залип забудете то ничего не потеряете все работает закручиваете винты обратно всем друзья спасибо за внимание с вами был нов подписывайтесь наш канал задавайте вопросы вопросов очень много по мере будем отвечать всем спасибо за внимание удачи в ремонте до новых встреч